Добрый день, друзья! Глядя на ваши лица, от души говорю, искренне надеюсь, будущие коллеги. Мне очень приятно встретиться с вами сегодня, именно здесь, в Академии внешней торговли. Ну, хотелось бы рассказать о тех возможностях, которые дает правительство Москвы для вашей самореализации в сфере государственного управления. Ну и, конечно же, пригласить на стажировку правительства Москвы. В департамент экономической политики города, который, собственно, я и представляю. В департаменте я отвечаю за реализацию адресной инвестиционной программы. Ну, простыми словами, контролирую бюджетное строительство. Ну, для понимания масштабности решаемых задач, я бы, наверное, предложил поговорить о городе в цифрах. И хотел бы сделать это в режиме диалога. Когда бы я пытался задать вам интересные вопросы, надеялся получить интересные ответы. Ну, а награды за правильный ответ был бы хороший приз с символикой нашего инвестиционного квартала города Москвы, потому что инвестиции сегодня – это один из основных столбов надежности, стабильности городской экономики. Итак, Москва. Значит, площадь города Москвы, как вы, конечно, знаете, составляет 2500 квадратных километров. Ну, наверное, не самый большой город в мире, если смотреть по статистике. Но статистика – вещь условная, потому что самые большие города – это китайские города. И когда я готовился к поступлению, я с удивлением узнал, что самый большой город – некий город Чунцин. Площадь которого чуть ли не в 30 раз больше города Москвы. Ну, а как оказалось, это с префектурами, с деревнями, которые есть, но они подаются в один город. А, конечно же, если говорить как город, как единица, ну, один из самых больших городов, и, наверное, сегодня по статистике самый большой – это Сиднэй. Но, тем не менее, в городе Москва живет 12,5 миллионов человек. И сейчас я бы хотел спросить вас, как вы считаете, какой размер доходной части бюджета города Москвы 2018 года? Какие будут варианты? Не менее 120 миллиардов. Так, есть вариант еще. А мы говорим про рубли, да? Да, мы говорим о рублях. Наверное, да. Ну, сразу говорю, значительно больше. Два три года. Так, еще варианты? Еще будут варианты? Два с половиной триллиона рублей. Два с половиной триллиона рублей. Да, это правильный ответ. Я бы просил вас прийти, получить свой заслуженный приз, да, а мы продолжим. Значит, конечно же, вы будущие выпускники Академии внешней торговли, не можете не знать, что размер валового внутреннего продукта Российской Федерации за 2017 год составляет 92 триллиона рублей. Вопрос в зал. Александр, вы должны вручить приз. Да, конечно же. Обещанный, берите. Какой хотите? Да, сейчас. Если не сложно, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Вадим, я студент третьего курса факультета экономистов международников. Люблю ВАВТ. Мы вас ждем. Итак, продолжим. Валовый продукт страны 92 триллиона. Так вопрос. Какая доля Москвы в этом составе ВАВового продукта? В процентах, если можно. Еще какие варианты? 22 процента. Вы очень близки. 21. Пожалуйста, поднимитесь, приз ваш. А мы продолжаем. За последние годы в городе построено более 400 километров новых автодорог. 118 эстакад и туннелей. 380 школ, садиков, больниц, поликлиник, спортивных объектов. Но особо хотелось отметить, наверное, знаковые объекты, которые были завершены в последнее время. Я прервусь на вручение приза и продолжу. Как вас зовут? Татьяна, факультет экономистов международников. Ну, просто наш профиль. Да, поздравляю. Итак, два знаковых проекта, на которые хотелось отдельно остановиться. Это, конечно же, Лужники и Парк Зарядье. Можете мне просигнализировать поднятием руки, кто уже побывал в Лужниках? Немного. Впереди чемпионат мира. Советую сходить. Значит, а скажите мне, какова, по вашему мнению, вместимость стадиона Лужники? Сколько зрителей он вмещает? 80. 85. 80. 80, 85, 80. Кто еще? 81. Так, кто сказал 81? Пройдите ко мне. 82. А теперь поговорим о Зарядье. Ну, в Зарядье, я думаю, посетителей было больше. Поднимите руки, кто побывал в Зарядье. О, ну, аншлаг. Значит, все, кто был в Зарядье, скорее всего… Сантр, дайте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Маша, факультет ФМ. Очень приятно. Все, кто был в Зарядье, наверняка поднимались на парящий мост, чтобы сделать красивую фотографию на фоне Кремля. Хотел бы сказать, что это безопасно. Не буду задавать вопрос в зал, сразу скажу, что мост был испытан нагрузкой 240 тонн. То есть, теоретически, на смотровой площадке этого моста может находиться порядка 300-300,5 тысяч человек. Но, конечно, они туда все не влезут. Поэтому спокойно ходите, фотографируйтесь. Мост безопасен, уникален. И, наверное, такая конструкция является единственной в мире. Теперь на закуску. Наверное, супер-приз за супер-вопрос. Значит, вот все, что я сказал, это капитальные вложения города Москвы в инфраструктуру и в капитальное строительство. Все строительство сосредоточено в адресной инвестиционной программе города Москвы, за которую я отвечаю. Скажите, пожалуйста, какие мысли по поводу ее размера? Сколько миллиардов рублей в 2018 году составляет адресная инвестиционная программа города Москвы? Сколько? 50 миллиардов. То есть, бюджет Москвы 2,5 триллиона, а тратим мы на строительство 50 миллиардов. 300. Так, человек, который сказал 540 миллиардов. Пройдите ко мне. Реально, программа сегодня 517 миллиардов. Чтобы вы понимали, на конец года она будет иметь другое значение, потому что часть объектов включается, часть уходит. Но сегодня это так. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Третий курс, факультет международных финансов. Я очень люблю вас. Очень приятно познакомиться. Ваш приз. Значит, ну что, идем дальше. Теперь коротко о департаменте экономической политики и развития города Москвы, собственно, куда я вас и зову. Значит, департамент сегодня это экономический штаб города. Он определяет основные направления развития экономики города и, в принципе, задает векторы бюджетной, инвестиционной, налоговой, тарифной политики в городе. Ну, коротко о каждом из этих направлений. Ну, понятно, что инвестиционная политика призвана привлечь частный капитал в крупные инфраструктурные городские проекты, а также заинтересовать инвесторов реализовывать свои масштабные глобальные проекты на территории нашего города. Налоговая политика должна обеспечить стабильные налоговые поступления в доходную часть бюджета. Ну, и, конечно же, создать равные условия для ведения бизнеса для всех участников предпринимательской деятельности на территории города. Расходная часть бюджета – это, в принципе, про то, что и куда тратить. Вот адресная инвестиционная программа – это как раз ее неотъемлемая составная часть. Ну, и тарифная политика работает над тем, чтобы обеспечить регулирование ресурсов в городе Москве. Ну, коротко, наверное, все. Потому что, чуть подробнее, учитывая то место, где мы встречаемся, это Академия внешней торговли, я бы хотел остановиться на бюджете и инвестициях. Ну, расскажу историю. Значит, 7 лет назад город, в принципе, столкнулся с финансовыми сложностями. Государственный долг городского бюджета составлял 300 миллиардов рублей, а основная доходная часть бюджета формировалась за счет доходов от нефтегазовой деятельности. И в этот момент, 7 лет назад, принимается закон о консолидированных группах налогоплательщиков, которые отнимают эти доходы от нефтегазовой деятельности из доходной части бюджета. С чем мы сталкиваемся? А сталкиваемся мы с тем, что при уменьшении, при резком уменьшении доходной части бюджета, город остается один на один с теми социальными обязательствами, которые он взял перед жителями, и которые необходимо выполнять. Но тут город вынужден был принимать ряд сложных решений, которые выразились в резкой мобилизации сбора налоговых доходов, в ведении торгового сбора, в реформировании патентной системы. Город стал избавляться от непрофильных активов, сместил вектор налогов на имущественный сектор. Вопрос, почему он это сделал? Отвечу, потому что в любой кризис имущество в городе никуда не девается. Поэтому поступление от налога на имущество намного стабильнее, чем поступление от налога на прибыль. Город стал активно привлекать частный капитал к реализации своих инфраструктурных проектов. Москва сегодня – это лидер среди субъектов Российской Федерации по объемам государственно-частного партнерства. За пять лет контракты по проектам государственно-частного партнерства составляют порядка 800 миллиардов рублей. А рост инвестиций за семь лет составил более чем 70%. Итак, в итоге что мы имеем? Мы сегодня имеем сбалансированный бюджет, большая часть которого имеет социальную направленность. 34% этого бюджета направлены на мероприятия развития. А это как раз то, что делает наш город красивее, современнее, лучше, что служит на привлечении частных инвестиций, туризма. Ну и собственно работает на благо москвичей. Хотел бы здесь сразу отметить, что как раз 34% бюджета мероприятий развития – это как раз та буферная подушка, которая независимо от кризиса все равно позволит обеспечивать свои социальные обязательства бюджета перед москвичами. Теперь, наверное, о том, почему мы здесь, почему мы вас к себе зовем. Нам, конечно же, нужны специалисты, которые будут разговаривать с международным бизнесом на понятном ему языке. Москва активно представлена на всех международных выставках, финансовых форумах, инвестиционных площадках, где требуются специалисты в области международных переговоров в сфере экономики и международной торговли. Конечно же, нам нужны специалисты, которые смогут выстроить продуктивный диалог между предпринимательством и властью. Ну и нам нужны креативные люди, которые смогут предложить и реализовать новые формы сотрудничества между властью, международными финансами, международными организациями и частным капиталом. Что вы получите взамен? Ну, здесь, конечно же, вы поймете те процессы, которые происходят внутри управления мегаполисом. Вы сможете активно участвовать в жизни города и реализовать все ваши идеи и задумки, которые есть у вас в голове. Конечно же, это заставит вас самосовершенствоваться, совершенствовать свои навыки, знания, что откроет перед вами дальнейшие горизонты для безграничного карьерного роста. Ну, со своей стороны, могу сказать, кому, как не выпускникам Академии внешней торговли, заниматься такими масштабными задачами. Поэтому приходите, мы вас ждем. Спасибо, Александр. Субтитры подогнал «Симон»